нюрнберг вот туда доброе свеженькое утро вот как хорошо в германии спать 12 градусов сейчас спится даже вылазить неохота но надо вот так вот вчера здесь стали в общем-то нет никому абсолютно не мешаю никто мне тут не дудел не сигналил не стучал нормально все хорошо баки целы порезов нет чистенько аккуратненько птички поют ох будем приводить себя в порядок умываться завтракать и двигать потихоньку еще где-то часик через час девятка я знаю что полетник страшный я знаю что его надо покрасить не надо об этом каждый раз комментариях напоминать ну если хотите напоминать но я прекрасно это знаю мы это сделаем при первой же возможности там у нас ингольштадт вот его проехал вчера и вот так вот получилось припарковаться ну и гуд пошли заниматься утренними процедурами и будем выдвигаться дай бог сегодня получится хотя бы в польшу зайти о дозвол надо не забыть заполнить хорошо что сам себе напомнил ты как камнями улаживают чтобы не ездили по газонам такое бывает в германии и где ограничение грузовикам 60 километров спуск такой хороший красота шестьдесят значит шестьдесят тут запросто могут камеры стоять отсюда до границы до бобров 1200 километров ничего загадывать не будем по идее за два дня запросто зайти можно ну ничего потому что у нас еще есть впереди хороший кусок германии вся польша как будет так будет держит на десятой ретарда я думаю что уже можно отпускать вот аппаратов не видно ограничение вон уже под той шильдой снимается можно разгоняться да нет уже ограничение наверно еще и раньше стоит не заметил что ли но факт в том что все можно дальше сводить и не заметил что ли вае восемьдесят четыре восемьдесят пять круиз потихонечку топать интересное место здесь это называли мне эту гору я забыл название по центру вот эта вот гора такая а тут мы сейчас правее и обходим а встречный поток с той стороны и обходит подъем здесь такой хороший здесь даже ограничением минимальной скорости стоят на подъеме стоят на подъеме нас уже ниже 70 упало падает потихоньку хороший подъем придется малость на хвосте повисеть или все-таки залезть как вы думаете и не получится залезть уже здесь все перестроиться не получится и все я уже уперся скорость потеряна поэтому будем подниматься медленно поляк явно хорошо загружен все надо было конечно его обойти совсем он тяжеленький но уже поздно все после беру того тоже на подъеме две горы нет еще 3 после химиль крона там тоже такие по моему здесь от ограничения минимальной скорости вот видите на подъеме стой самосвальчик так сейчас упремся слева нас подпирают опять подпирают не дают перестроиться конечно ограничение минимальной скорости нарушили поляк все что-то там совсем останавливается 25 вал отчетная не меньше и вот сейчас опять с этого рэф отдыхать или это не рэф в общем того которая на прошлой горке в которого уперся сейчас мы заранее в левый ряд перелазим опять 40 км в час за ним подниматься никакого желания нет вон бочечка подсела чуть-чуть нарушили ну что тут 62 сейчас поднимаемся никто не видел главная что никто не видел штал если что чтобы раздвигались второй с трети пропускали спецтранспорт все конец данной зоны штаб по грузовикам может иногда включают шильды грузовикам запрещают угонять но сейчас не было вот стоп что я делаю не туда 1 евро не буду вам где-нибудь показывать все оплата и сэндвич в общем тут полицаи тут что-то дежурят за время когда я тут был последний раз видите тут многое поменялось уже так просто на автохоф наедать не заедешь заезжаешь через шлагбаум 15 минут бесплатно час 1 евро ну и дальше по нарастающей мы отстояли час паузу сделали магазин не то есть ходил по магазинам покушать некогда было но вот купил вот это вот хрень стоит 4 евро что-то вон полицаи к молодежи пристебались вон видите обыск проводит и никто не причит протокол осмотра и так далее и тому подобное обувь наркоту ищут наверное что-то они какое-то подозрение они у них вызвали кроссовки рассматривают рассматривают интересно что это они к ним прицепились и попробуй они только им сейчас посопротивляйся мордой в пол в асфальт наручники браслеты руки за спину браслеты на руки и все дела никто не будет качать права ну вот досмотрели все нормально наверное претензий никаких но сам факт вот что-то же им что-то же они их заинтересовали ну а мы поехали отработанная часа два с половиной заехал шоколад тогда мой хотел взять я вам скажу что ну когда я в Германии последний раз наверное год назад был цены здесь выросли очень серьезно причем на все кофе смотрел я не покупал я просто смотрел когда-то вот я домой не с кафе привозил растворимый я сейчас посмотрел цена поднялась что в районе двух еврей так что тут тоже не все так сладко что тебе забросить не надо ничего забрасывать просто поднести надо вот они вон видишь что-то что-то же они к ним прицепились они возмущаются попробуйте их повозмущаться в Европе я вас умоляю она из толерантная очень быстро превращается в жестокую не раз наблюдал собственными глазами на следующем повороте поверните налево а так вот это 34-й съезд по-моему тут у нас Алти там он Лидл кое ходил куча всего магазинов вот ничего не купил но даже шоколадки которые всегда домой привозил такие дорогие вкусные на 20 центов подорожали ничего такого особого не купил так 68 с половиной но 20 с половиной это откидываем заказ 47 евро просто так вот сходил я ничего не купил вот один шоколад только пацану евриков 25 если не больше да что погнали уже покушать не получилось потратил время на магазин поэтому уже полноценный обед с жарением мяса у нас будет на следующей паузе 45 минут нам еще в любом случае надо будет еще одну делать отработал только два с половиной сейчас четыре с половиной отрабатываем пауза и там и там потом едем оттуда докуда сможем по идее если я вот память мне не изменяет то отсюда за четыре с половиной часа до Польши хватает найти ну если пештау конечно сейчас мы это все проверим пока еще вот на берлин сворачиваем на девятку вот он этот автахов раньше он стоил до десятку но тут как бы сборщик да не бегал вечером до него можно было бесплатно заехать но видите немцы прочухали что народ заезжает заезжает за покупками ну а чего сколько так за день машин заедет сто пускай сто по еврику вот вам сто евро а так больше не припарковаться там можно машинки три-четыре возле заправки можно поставить а так припарковаться негде погнали сейчас тут чуть-чуть по девятке проедем по-моему через съезд на тридцать втором сейчас три-четвертый на тридцать втором съезде мы будем уже уходить направо на семьдесят второй в сторону Дрездена не соврал то был тридцать пятый съезд а это вот сейчас проехали три-четвертый ну и все видите привет германия ремонт очередной все остановимся это просто кошмар как же тут вывоз ездить днем я не понимаю днем просто невозможно и ночью такая же чуть-чуть полегче одна большая сплошная стройка 72 он такой довольно-таки гористый автобан все время спуски подъемы спуск подъемы всю дорогу на Хемница да и дальше там-то от Дрездена тоже после Дрездена там пойдет относительно ровно в сторону Польши так здесь будет вот так вот вверх-вниз 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 но зато он поспокойнее это не то что там девятка двойка такие центральные артерии этот довольно спокойный автобан тоже места здесь красивые интересные гористая местность такая гористая даже не знаю как это возвышенность называется но симпатично тут нифига не тут то было 72 тоже без штавы не получится пройти и в чем причина этого развлечения давайте угадаю с трех раз даже с двух даже наверное с одного опять очередной ремонт ну ну как и предполагалось очередная стройка скажем спасибо перестроение с правого ряда в левый как говорится левый проходной ну тут немного потеря времени немного пока к вечеру будет больше и что тут сломалось в этом автобане давайте посмотрим забор делаю тут сто процентов нет сейчас глянем ну и что они тут и вот что-то вот полосу вы положили вот видите свеженький бетончик уложили положили поклали и не бетончик асфальт запах асфальта укатывают ладно скажем так это просто легкий испуг вчера был нокаут я уже не припомню чтоб три часа толкаться автобане штал такого не припомню было раз вот тут как раз на 72 ну чуть дальше туда уже проехал зимой но тут снег увалил 9 часов пауза получилось прямо вот так вот на автобане как стояли все и так все и стало там всех послаживала впереди на горах как встречные говорили подъемы что же все там всех пороскурочил получилась 200-часовая пауза даже 9 15 и все грузовики и легковые все 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 это легковые левом ряду грузовики прав но нам-то сами понимаете нам-то пофиг учетом кусок колбасы в рот закинул на спальник и спать а люди домой ехали и так и никто никуда не доехал не знаю ничего не думал куда потом разъезжались потом шел немец полицаи вот так по центру по разделительной и всех будил я уже проснулся к тому времени а так что лучше и ляпал по дверям там вставайте когда уже движение открыли 9 часов 15 минут на паузу получилось вот именно на этом автобане на 72 неожиданно выпал снег здесь его никто не ожидал он выпал и все катастрофа и а и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы, друзья, к Дрездену спускаемся. Вот такая серьезная гора. Спуск такой. Скамейка на 10-й держит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две тысячи оборотов. Десятая передача. На ретарте. Отсюда, с этой горы Дрезден, как на ладони. Очередной ремонт. Уже был один такой, довольно-таки серьезный. Но, правда, мы над ним не толкались. Дрезден проходим. И нам остается где-то 100 километров еще. До Польши. Чем интересны эти 100 километров? В общем-то, особо-то ничем. Может быть, конечно, сейчас что-то и поменялось. Но раньше вот всю Германию пересечешь. Ну, допустим. Так, чтобы понять не было. Например, там 20 машинок встретишь. Контролеров. Пересечешь. Вот эти 100 километров, те же 20. Причем всяких-всяких разных. Сольники, полицаи, баги. Кто угодно. Тут вот на этом участке, как в сторону Польши. Сольники. Это таможня, баги. Бундес автобан. Букву Г не буду расшифровывать. Сами догадаетесь. Это транспортники немецкие. Ну, полицаи, само собой. Причем разноцветные полицаи. Это зелененькие, синенькие. Какие хочешь. Мне все равно интересовалось. Наверное, честные какие-то, да? Еще с советских времен. Что тут похоже. Сейчас казармы будем проезжать по левой стороне. Так те точно с советских времен остались. Когда наши тут советские прапорщики давали жизни в этом Дрездене. А что, погуляйте по улицам Дрездена, там, таких вот восточных городов. Симпатичных женщин и девушек можно увидеть. А погуляйте по улицам западных городов. Это нонсенс. Редкость. Ну, единственное, что, как говорил один мой коллега. После трех недель рейса начинает нравиться напарник. Все. Становимся, не становимся. Становиться, не становимся. Будем ехать, но медленно. Те отгородили автобан с шумоизоляцией от жилого района. Ну, все правильно, что люди живут, а этот автобан будет круглосуточно. Ты ж Дойшланд. Ура, ремонт закончился. Вот слева, я не знаю. Может, конечно, и нет, но такое ощущение, что вот это старые казармы. Вот по краю здесь. Уже разобраны, все разваленные одни. Но, такая мысль есть. Еще так удачно проскочили. Задержка максимум 5 минут составила. Как бы сегодня вот уже 3, не 3, 4. На девятке, на 72-м и 2 на четверке. Но все они были пройдены довольно удачно. Дай бог, чтобы так было и дальше. Ну, в общем-то, сейчас поток, сейчас автобаны разойдутся. Один на Берлин уйдет. И туда, в сторону Берлица-то потока машин не будет большого. Вот, через 3 километра разъезжаемся. Пойдем чуть левее. А правее пойдет 15-й автобан, что ли, или 13-й. Я разъехал на нем, по нему, сюда, в эту сторону. С воскресенья на понедельник. Получается, со стороны Берлина ты едешь, когда сюда, вот, в сторону Дрездена. А все шли со стороны... В воскресенье закрыто было Польша. А была ночь, в воскресенье на понедельник. Часа 3, наверное. А все шли, наоборот, в ту сторону, в сторону Берлина, туда вот дальше, туда, в Германию. А в эту сторону я еду один. Легковых мало совсем. Ну, и так маленько меня догоняет, перестраивается, обгоняет, впереди становится. Сосорю, полицай. Ну, ясно, стали впереди и едут. Ну, все. Ваша душа, Алексей Николаевич. Кстати, видите, как... Человек-колесо меняет, рядом полицай стоит. Все, мигалками, фишками, мигалками. Все, огородили, все. Стоит, могут помочь еще. Стоит, наблюдает. И чтоб там поддержал, там, то, сё. Вот, ну и все, да, сжигает. Обидто, фолген. Табло это. Съезжаем. Парковки свободные, все свободно. Останавливаю. Ну, так, в елку становимся, подбегает ко мне. Я только дверку открыл. Уже стоит с трубкой. Там, Бутинг-Марген там. Алкоголь-контроль. Я, ладно, на. Вдохнула ему там. Все, нолики показала. Бут. Паспорт. А второй пошел вокруг машины. Пошел. Взял паспорт, пошел в машину. Наверное, может, пробивал меня там. Может, там, жулик какой-нибудь. Или еще что-то. Может, нелегально нахожусь. Буквально минутка, может, полторы. Приносит. Паспорт отдает. Кутафаром. Все. Ничего ему больше не... 13-й, кстати, автован. Ничего ему больше неинтересно было. Алкоголь-контроль и паспорт проверили. Не та ху не смотрели ничего. Вот тут, чтобы не сглазить. Режим РТО в Германии. Один раз. И то это было на границе. Вот здесь вот, Герлице. На границе, когда заходишь. Прямо на границе. Еще, когда паспортный контроль был, когда проходили вместе с Германией и Польшей. И то немец попросил за один день та ху дай. То есть, еще был этот аналоговый тахограф. Шайбовый. Он типа, вот эту достань. И еще одну. Дай мне, говорит. Я посмотрю. Предыдущую я вам показал. Все, говорит, нормально. Вот и какой тут большой завод Бош. Я и не знал, что здесь Бош. Может, недавно построили. В Карлсуру я знаю, что там огромнейший завод Бош. А здесь тоже. Потому что я раньше его не замечал. Может, недавно только появился. Вот. О чем это я? А, ну и еще та ху один раз проверяли. И то, что проверяли. Ну да, проверяли. В принципе. Нам скоростной режим споряли. Когда с негабаритом шел. Ну тогда они за сутки у меня... За день три раза по девятке. Два раза по девятке. Один раз на десятом на объездной Берлина. Три раза остановили. Ну там уже второй раз, когда останавливали. Я говорю, Айна Штунда Цурюк, полицаи контроль. Я, 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 Кукин. Посмотреть. Такой, я ему так вот даю свой вот стемпель. О, гуд. Еще второй стемпель сверху я и поехал. Даже больше ничего не проверяли. А третий раз тоже остановили. Там часов пять уже прошло. Фюмс там. Штунда Цурюк, полицаи контроль. О, 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 таху. Я ему таку даю, гуд. Все, третий стемпель, класс, мне в таху, я поехал. Первое хорошо проверю. Там не габарит такой был, он не широкий. Но это... То есть не надо было ни мигалки. Ничего не надо было. И они все меня с линейкой лазили, там все мерили. То есть подхожу я под это, чтобы не обозначаться. Там, о, 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 гуд, гуд. Все хорошо. Так, с какой скоростью я ехал? Ну, скорость 80. Все окей. Проверили. Штампанули. Езжай. А вот два следующих уже без проблем. Это же не то, что как в России. Транспортники остановят. Ага, все, проверили, все, отметили. Через 100 километров новый транспортный пост. Останавливаем. Давай все опять документы проверять. Так часто полтора часа назад проверяли. Ничего не знаю. Давай я тоже буду проверять. Дардам. Вот. Короче, я заболтался, что мы уже и Дрезден проехали. Вот там осталось, грубо так, примерно соточка. Проехать. Здесь по четверочке. Это прям чудеса какие-то. Я уже до туннеля доехал. Ни одного не встретил. Сегодня вообще вот за целый день на дороге одна полицейская машина навстречу проехала. Ну и вот там те полицаи, что на автохофе стояли. Все. Ни одного бага, никого не было. Тут не сглазить. Где сигнал GPS? Ну, сейчас туннель проходим. Сука тут, вон, 3 километра. И все. И мы практически в Польше. Последний немецкий съезд 94-й на Дерлиц. Дальше за этим бугорочком уже у нас Польша. Вот Брослав. Брослав. Брослава по-немецки. Может, не Брослава. Смысл понятен. Вот сюда получилось 4 часа. С этой. С этой. Сесарской заправки Саптахофа. Где в магазин заезжали. И говорю, что вот если без пробок нормально хватает. Републик Полин. 4 километра. Да. Мне казалось, тут вон вниз спускаешься и все. Через километр съезд, где раньше все таможни были. Паспортный контроль, где проходили. Помню еще. Если с Минска в какую-нибудь Германию, да еще если через Чехию поехать, страница паспорта уходила. Две печати Беларусы, две печати Поляки, две печати Чехии, а потом две Беларусы, две Поляки, потом Поляки на выезде, шесть. Чехии на въезде, Чехии на выезде, десять. И немцы на въезде. Ну, 12 печатей только в одну сторону. Вот сюда вот съезжали. Здесь границы, здесь оформление было, вот тут вот все, экспедиции были. Слева, справа. Сейчас нет ничего. Даже полиция вот на въезде, обычно когда вот выезд с этой стоянки, всегда полиция стоит на въезд в Германию. Вообще никого нету, я не знаю. Удивительно как-то так. Прибор стоит, дозвол заполнен заранее. Все нормально. Можно въезжать в Польшу. Вросла в 153. Сейчас мы вот заедем, здесь буквально сколько тут, можно меньше. Пипишка, заправка, заедем. Паузу еще сделаем, 45 минут. Пойдем супчиком поедим. Я думал, мясо пожарить. Думаю, не. Надо же пойти, супчиком покушать. Мясо мы, может быть, поедим на стоянку, когда станем, тогда поджарим. Типа ужин у нас будет. Что здесь? к грузовикам. Левая полоса запрещена. Все тут такое. Продолжение движения. Продолжение движения. Продолжение движения. Или ремонт. Продолжение движения. Ремонт. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ничего просто вот не справляется какой-то вот вроде как и четырехполосный а какое-то такое ощущение что маловато этот автобан здесь сейчас четверки уйдем уже на 8 с 8 августа варшаву там будет маленько полегче время без 15 7 движняк такой серьезный опять и вот так вот последние километров сорок разгонимся потом чего-то останавливаемся чего останавливаемся думал в 9 часов вложиться не получится полтора часа как бы до 9 часов осталось 32 минуты и 35 километров наверно не получится все-таки чуть-чуть десятого на зацепим и не страшно после воскресенья все равно все гуляться эти девятичасовые паузы десятичасовые станет новая календарная неделя и все внулиться дома по идее должны видеть суточный открутить сегодня четверг завтра пятница завтра мы приедем дай бог на границу а лирика туда-сюда на уж свобода к вечеру парчу еще ехать все авто не Съезжаем с автомагистрали. А дальше по четверке он опять установится. Напряженный автобан такой. Через 400 метров. Через 400 метров. Держитесь левее. Считается как двойка, так и четверка. Двойка. Восток с западом связывает туда. По центру Польши. А этот весь юг. Весь юг, юго-восток, Польши связывает с западом. Не справляется он с этим потоком. А тут еще платежки там у них начинаются. Туда. Дальше. Тут-то по Авиатолу платишь. А дальше там тоже. То Авиатолу, то платежки там. Ну тоже платежки, но Авиатоловские имеют. Чтоб место только было на той заправке. Вон он, мостик. Уже отсюда, видать. Стадион проедем. Через него перепрыгнем. Ходор форсируем. И там чуть-чуть останется. И там останется совсем немножко, совсем чуть-чуть нам на сегодня проехать. Если мы, конечно, там влезем должны еще, по идее. Но не факт. Здесь за Врослом это будет заправка, вот куда мы едем. А дальше потом только лесные стоянки. Но можно поехать немножко дальше. И там километров через 60-70. Там, этот, зимойка. В этой бывшей конторе мы мылись. Там возле нее можно переночевать. Посмотрим сейчас. Получится тут приземлиться? Получится, не получится? Дальше поедем. Время еще есть. Вопрос в том, какая команда есть, интересно. Футбольная, наверное, так называется. Я из польских команд знаю только польскую легию. Легия, Варшава. Все. Я больше польских команд не знаю. Футбольных. Когда-то кто-то с ней играл, поэтому запомнилась. А так сюда как-то польский футбол. Совсем. Ну, не на слуху, скажем так. Сейчас скажу, как называется. Забыл. Адмирала или какого-то вроде бы. Мостик через Зодор. А, да, кстати, вот. Мы не поедем смотреть валешницу спойлера боковые. Написали им туда, они ответили, что на данный момент ничего на скане у них нет. Они там в основном мерседесами занимаются. Поэтому пока в пролете мы со спойлерами. Ну, вот. Название зато не прочитал. А, нет. Название, что здесь. Еще там. А, Родзинский какой-то. Родзинский. Не, ну, интересный такой. Ночью так светится красиво. Все, погнали. 20 километров. И наша заправка. Ну, что, это раззабачен. Сейчас посмотрим. Найдется ли для нас тут местечко. И влаживаемся в 9 часов. Еще 6 минут. 8 часов 54 минут у нас сегодня работает. Что-то мне подсказывает, что нет. Давайте делаем ставки. Встанем, не встанем. Встанем или нет. Ой, 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 ой. И ставки делать не надо. Так, ну и... Смотрим, что мы видим. Ничего мы не видим. Пройте 200 километров. Поехали пробовать с этой стороны, но вряд ли. Изменение машины. Ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Хотя... Как-нибудь... Не очень красиво сбоку, с припеку. Может быть, сейчас... Поверните налево. Затем на следующем повороте поверните направо. Что-то налево на вороте. Поверните... Успокойся. Затем на следующем повороте поверните направо. Налево, направо. Затем через 70 метров плавно поверните направо. Так. Тут, наверное, я сюда тоже зря полез. время 7 часов вечера 15 минут 8 видите битком если только вот так как вот этот вот слева стоит точно так же здесь мы сейчас станем мы проезд оставить зеркало сложить только таким макаром сдать назад прижаться по максимуму ну одну ячейку заткнем ничего страшного с левой стороны вот которая не то чтобы полностью заткнем о пойдем посмотрим все и да в и и и и и и и и Продолжение следует...